Около 300 бассейнов адлерского форелеводческого хозяйства всегда заполнены рыбой. Иначе быть не может, ведь это племенное хозяйство. Основной вектор предприятия, как я сказал, это обеспечить импортозамещение рыбопосадочным материалом всех рыбоводческих хозяйств России. В хозяйстве выращивают пять видов форели – радужная, янтарная, камлаопс, форель Дональсона и стальноголовый лосось. Все они нерестятся на протяжении девяти месяцев в году и только три рыба отдыхает. В год за время нереста здесь получают около семи тонн икры. Форель, выращенная в искусственных условиях, не может самостоятельно отнереститься, поэтому специалисты проводят так называемую дойку. Сначала рыбу помещают в анестезирующий раствор, чтобы ее обездвижить и привести в так называемое сонное состояние. Сама процедура происходит при соблюдении строгих правил предосторожности. Для того, чтобы не навредить рыбе, не нанести ей ожогов, надеваются специальные перчатки, поскольку температура тела человека гораздо выше, чем у рыбы. С одной особи можно получить до трех тысяч икринок. Производственная мощность форелевого хозяйства – порядка 40 миллионов живой икры на стадии глазка. Часть пойдет на реализацию, а другая отправится в питомник, где из икринок появляются мальки. На данный момент здесь находится личинка с желточным мешком. Буквально на этих выходных мы разложили уже эту икру, и уже здесь маленький, скажем так, малек, еще пока не сформировавшийся, пока желточным мешком, но это уже будущая рыбка. За сезон можно получить до 60 миллионов мальков форели. Когда они набирают в весе от 5 до 15 граммов, их отпускают в водоемы, чтобы через пару лет эти рыбы смогли дать потомство. Сейчас на заводе специалисты формируют новую породу рыбы – августин. Она сможет идти на нерест в августе при высоких температурах, что не характерно для обычной форели. Наши старые сотрудники, которые здесь работали, они проводили такие исследования, наработки, выбирали особи, которые нерестились при высоких температурах. То есть формировалась отдельно группа этих особей и велась. То есть наработки уже есть, все уже сделано, осталось только дело за малым, то есть пригласить науку и продолжить исследование. Сейчас селекционеры планируют запатетовать августина. Параллельно ведется работа и над формированием еще одной группы форели – весенней. Этих рыб планируется выпустить во взрослую жизнь в следующем году. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ.